Александр Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси и целевые показатели денежно-кредитной политики на следующий год. Согласно указу, в 2025 рост ВВП прогнозируется на уровне более 4% за счет трех сопряженных программ – производственной, экспортной и инвестиционной. В экономику планируется инвестировать на почти 8% больше, чем в 2024. Актив общественного объединения БРСМ и представители Бобруйского лесхоза запустили челлендж «Старт сегодня». Участникам предлагается выполнять добрые поступки – экологическая акция, субботники, помощь пожилым людям и животным, сбор вторсырья и многое другое. Главные условия – запечатлеть свою активность на фото или видео, разместить в социальной сети Instagram-публикацию, отметив аккаунт БРСМ, а также подписаться на него. Марафон продлится до 31 октября. Все, кто присоединился, будут отмечены сертификатами. Самых креативных ждет подарок. В училище Олимпийского резерва представили нового директора. Им стал Кирилл Терентьев. Ранее он возглавлял Бобруйский ДЮСШа номер 4. В юношеские годы будущий руководитель был воспитанником ГОР. Учреждение ведет свою историю с 1989 года. Сегодня там созданы все условия для получения качественного образования и спортивной подготовки по многим видам и направлениям. 5 октября с 9 до 12 часов исполнительный комитет и районные администрации проведут прямые телефонные линии. На повестке дня обсуждение строительного комплекса, архитектуры и градостроительства, жилищной политики, землепользования, вопросов жилищного и коммунального хозяйства. Также разговор коснется социально-культурной сферы, идеологической работы образования, государственной молодежной политики и социальной защиты. МЧС проводит рейды в частном секторе. Особое внимание – полу, листвы, травы и сухих веток. Из-за усыновившейся ветреной погоды и несоблюдения правил безопасности пожар может вспыхнуть мгновение ока. Спасатели призывают не разводить большие кострищи, а также делать это вдалеке от жилых построек, не ближе 10 метров. Субтитры создавал DimaTorzok